Доброе утро! Дорогие братья и сестры, друзья, мы продолжаем говорить о сквернословии. Нередко люди, подверженные греху сквернословия, чтобы как-то оправдать себя в глазах окружающих, говорят, что к сквернословию их вынуждает среда или что они не получили в детстве правильного воспитания. Приведу для наглядности такой пример. У нас на приходе работала одна женщина, помогала готовить. Она всегда приводила с собой маленькую внучку. Приготовит обед, накормит всех, а потом уберет посуду, помоет полы, а домой не идет. Все ищет, чтобы еще сделать. Ей бывало говорят, да идите же вы домой, не мучайте ребенка. Она улыбается, виновата, а домой все равно не идет. Сама-то она не жаловалась, а соседи потом рассказали, знакомые ее, рассказали, что дома у нее настоящий ад. Все ее близкие, муж, сын и дочь, постоянно пьют. Каждый день в квартире пьяные компании, крики, скандалы. И, конечно, все в сопровождении мата. Внучка ее, можно сказать, зачата, родилась и растет среди постоянной матерщины. Конечно, для девочки отказаться от матерних слов все равно, что от части себя. От руки или ноги, или от собственной кожи. Всего-то один или два в неделю бабушка приводила ее в церковь. Но через какое-то время девочка не только перестала произносить грязные слова, но и других детишек, не сдерживавших свой язык на церковном дворе. Речь, конечно, не о мате, а о грубых словах. Эта девочка останавливала. Нельзя так говорить. Ты ведь причащаешься. Ребенок сделал свой выбор. Хотя она живет все в той же тяжелой атмосфере. Раньше матерную брань называли еще солдатскими словами, потому что сквернословие было большей частью распространено в солдатской среде. Ведь в прежние времена, до 1917 года, прошлого века, на армейскую службу уходили на 25 лет. Исквернословие распространено было особенно в солдатской среде между людьми. На 25 лет оторванными от семьи, общения с близкими, привичной крестьянской работы, родных мест, людьми, отчаявшимися в своем будущем. А позже язва сквернословия поразила и рабочую среду, сформировавшуюся почти в таких же отчаянных обстоятельствах, без семей, в непривычных отношениях. Люди жили просто сегодняшним днем. Все это были люди, с точки зрения основного населения того времени, несчастненькие, так их называли, попавшие в тяжелые обстоятельства. И же их жалели, но тех, кто перенимал их дурные привычки, осуждали. Наверное, это в советское время появился тип начальника-демократа, демонстрирующего свою близость, если можно так выразиться, близость к народу через употребление крепких слов. Появилось даже выражение «сказать крепко по-русски». Хорошо бы знать, что матерные слова в большинстве своем отнюдь не нашего происхождения. Славянин – человек, который хотя бы в своих идеалах всегда отличался целомудрием. Эти целомудрие и стыдливость отразились в национальной одежде и быте, удивлявшем иностранцев строгостью и чистотой нравов. А вот удивительно, что сегодня многие образованные люди считают нормальным, невзначай и так тонко, интеллигентно выругаться, возможно, желая подчеркнуть таким образом широту своих взглядов. Так и просится на язык Достоевский. Широк русский человек – хорошо бы сузить. А между тем на них лежит огромная ответственность. В наших землях исторически к образованным людям всегда относились с уважением. Образованный человек именовался личным, почетным гражданином. Университетское образование приравнивалось к офицерскому званию, и позволяло обладателю пользоваться правами личного дворянства. Знание почиталось. Глядя на образованного человека, простые люди как бы говорили себе, «Мы по темноте своей можем впасть во многие грехи и ошибки, но он-то знает, где свет, он человек грамотный». Образование помогает человеку воссоздать в себе образ Божий. Именно понятие «воссоздание образа Божия» и отражает слово «образование». Поэтому грязная ругань из уст интеллигента особенно недопустима. И как мы слышим в Евангелии от Луки в 12 главе, 48 стих, «От всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут». Кто-то может сказать, что для многих сегодня сквернословие – несознательная брань, что грязные слова они произносят механически, не вникая в их смысл. Появилась даже некая мягкая форма сквернословия, когда доматерные слова заменяются другими, но находятся во фразе на привычном месте. Некоторые даже спрашивают, допустима ли такая замена? Хорошо еще, если спрашивают, а не утверждают. И вот здесь мне сразу вспоминается вопрос Любочки из пашихонской старины Салтыкова-Щедрына. Помните? Маменька, под какое декольте шею мыть? Под большое или под малое? Шею нужно мыть, чтобы она была чистой. От сквернословия в любой форме следует отказаться совсем и окончательно. Конечно, мы не можем отнести слова-заменители к обычным словам-паразитам, засоряющим речь. Разве что приравняв их к энцефалитным клещам. Ведь сущность сказанного проглядывает и сквозь завесу. Так никого не оставляет в неведении пищалка, прикрывающая теле и радиоматерщину. А вот теперь задумайтесь. Народ по-славянски – язык. А язык народа – это то, что создает и объединяет народ. И характеризует его немецкий философ и лингвист Гумбольд ставил формирование и развитие национального характера, культуры и быта в прямую зависимость от языка народа. Язык, несомненно, оказывает влияние и на исторический путь народа. Так скажите, можем ли мы столь легкомысленно с ним обращаться? Древние демонические культы Ближнего Востока, от которых мы унаследовали большинство матерних слов, использовали их в ритуальных действиях, сопровождавших человеческие жертвоприношения. И как раньше таким образом призывали демонов, так и сегодня человек, произносящий эти слова, призывает к себе демонические силы. И, конечно, здесь возникает вопрос о допустимости мата. Ведь вопрос о допустимости мата – это вопрос веры. Для христианина достаточно осознания того, что Господь не любит этих скверных слов. Примером тому можно привести одно из посмертных чудес святого праведного Симеона Верхотуровского, в случае, вошедший в его жития в 1711 году, в апреле месяце, один монастырский старец по имени Иаков внимательно слушал Божественную Литургию и старался отрешиться мыслью от всего земного. Тихо стоял он в молитвенном умилении. Вдруг при возгласе «Со страхом Божиим и веру и приступите» он упал ниц и лежал долгое время без чувств. Когда же он пришел в себя, то сказал следующее. «При взгляде на образ Пресвятой Богородицы, именуемой Адигитрия, его вдруг объял страх. Что с ним было дальше, он не помнит. Лишь помнит одно, как предстал пред ним праведный Симеон и, прикоснувшись к нему, сказал, «Встань, пойди и объяви всем, чтобы воздерживались от сквернословия и от слов бранных, иначе Господь пошлет на людей и на скот, и голод, и мор». Пусть все усердно молятся Господу, Его Пречистой Матери и всем святым, пусть весь народ отслужит молебное пение об отвращении гнева Божия». Кроме того, праведный Симеон приказал Иакову рассказать об этому Архимадриту и Воеводе, чтобы люди раскаялись в своих прегрешениях и молились бы об избавлении от праведного гнева Божьего, что и было исполнено всеми с величайшим усердием. И, наверное, нам только кажется, что сегодня мы сильны и независимы со своим научно-техническим прогрессом, что способны строить свое благополучие исключительно по своему желанию. Но что мы можем, если Господь за наше нечестие не даст нам своей благодати, не благословит наши труды? От нашей, как мне кажется, небольшой слабости страдает и вся наша жизнь, и личная, и семейная, и, может быть, даже государственная. Поэтому, устраивая эту жизнь, прежде всего послушаемся голоса апостола Павла. Отложите сквернословие уст ваших. Впрочем, чем более молитв священных и духовных текстов произносит и читает человек, тем проще и естественнее ему быть, бывает отказаться от грубых слов, потому что, как говорит апостол, не может, не должно из одних уст исходить благословение и проклятие. Как один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok